Здравствуйте! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Сегодняшний выпуск, сегодняшний эфир у нас первый в нашем 2015-м новом году. Поэтому ничего страшного и странного в том, что он посвящен именно новогодней теме, я думаю, нет. Мы поговорим о благотворительности, потому что именно вот это праздничное настроение, именно Новый год и Рождество, их состояние душевное, я думаю, сподвигло очень многих наших с вами сограждан на благотворительную деятельность. И в том числе в стране не осталась общественная палата Одинцовского района. Мы сегодня поговорим с нашим постоянным уже гостем, Светланой Геннадьевной Налеповой, ответственным секретарем палаты. Светлана Геннадьевна, здравствуйте! Большое спасибо, что вы к нам сегодня приехали. Я так понимаю, что общественная палата у нас, как я и сказал, в стране от благотворительности не осталась. Занимались многие чем, да? В этом году общественная палата очень активно приняла участие. Началось все с маленькой идеи представителя общественной палаты, Захара Юрьевича Иванова, все-таки организовать какую-нибудь акцию именно для детей из семей с инвалидом, то есть для малообеспеченных или для детей оказаться трудной жизненной ситуацией. Ну, получается, для тех групп детей, которым больше всего как раз требуется теплота, внимание. Да, и которые менее всего охвачены. Мы понимаем, что сироты обычно больше всего в приоритете, там дети-инвалиды именно, да. И общественники подключились, но мы были удивлены, насколько активно проявили участие именно общественники, активисты. Кроме того, что мы собрали достаточно крупную сумму денег, мы поняли, что мы можем больше, чем вообще задумали. А сколько получилось вот у вас точек именно посетить? Сколько посетить? Точек посетить. Точек посетить. Ну, мы охватили три коррекционных школы, да, то есть это большое количество очень детей. В одной школе мы охватили целевое 28 детей. Это дети, которые получили большие очень подарки. Куртки к Новому году, там коньки даже были такие вопросы. Куртки, я предполагаю, ну, это же вы не мне, я так понимаю, принесли сегодня. Это то, что у нас осталось. У нас осталась неохваченная еще школа коррекционная гармония, которую мы сможем вручить уже завтра, последнюю, да. Уже крайне, скажем так, крайне в этом году. То есть праздник продолжается и 15-го числа, да. Продолжается, потому что мы запланировали, такция, которая запланирована, да, она перешла во вручение подарками именно детей многодетных, которые не смогли, допустим, праздники посетить, в виде снегурочки Деда Мороза посещали. И неожиданно к нам подключилась общественная палата Московской области совместно с областным фондом, тоже благотворительным, и сетью корабликом. А ведь сама подобная деятельность, она хоть и всячески приветствуется, например, мной, разумеется, она все-таки не основная для общественной палаты. Все-таки вот как решили-то так вот заниматься? Нет, конечно, это не является деятельностью общественной палаты. Это, скорее всего, проявление, как бы, ну, желание, что ли, сделать деткам сказочный Новый год, именно как жители Одинцовского района. А расскажите, пожалуйста, кто именно принимал участие? Какая-то определенная комиссия общественной палаты или, ну, кто там, консультанты, эксперты? Ну, в составе общественной палаты, конечно, есть комиссия по благотворительности, ну, то есть частью является деятельность по благотворительности, социальная комиссия у нас есть. Но здесь инициатива шла от всех, да, никто, никто, ни в коем случае не концентрировался на какой-то определенной комиссии. Это были консультанты, эксперты, даже просто активисты и жители района, которые подключились, которые узнали, что мы работаем с этими вопросами. Самой неожиданностью, наверное, было вручение подарков. Креционные школы, детские дома как-то обычно получают. Это вручение подарков для подростков, оказавшись в трудной жизненной ситуации, в техникуме у нас в 18-м. А как получается по возрасту? Это вот какой там младший, средний возраст? Это после 9-го класса, получается, 15. Нет, я имею в виду не техникум, а вот вообще по вот этим охранничным местам? Вообще от 5 месяцев до 17 лет. Ну, то есть вообще, по сути, уже от маленьких мужчинок до уже мужиков практически. По дому мальчику, 5-месячному, маму уже, то есть уже из многодетной семьи, также вышел молодой человек, лет, наверное, так, 11. Мальчик, мы вручаем подарки им и говорим, зови кого-нибудь из взрослых. У нас для твоего братишки маленького есть подарок. Он растерялся, я возьму, говорит, нет, наверное, у тебя не получится. Мы таскнули такую большую коробку, а это ходунки просто. Мама была очень удивлена. Мы надеемся, что семья их довольна. Светлана Геннадьевна, у нас есть список вопросов, которые нам задали на крайних выпусках передачи. Давайте мы сейчас ответим на те из них, которые у нас сейчас готовы. Постараемся удовлетворить любопытство наших зрителей. Итак, в первый раз у нас, в первую очередь, у нас был звонок в прошлый раз по поводу поселка Вниисок и того, что одной из жительниц данного поселка пришлось по нужде обратиться в медицинское учреждение платное для того, чтобы ей оказали медицинскую помощь. Мы связались с представителями власти Вниисок, я так понимаю, да? Тамошних, от дальнейшей администрации. Социальной комиссии занимался вопросом. Социальной комиссии, да. И выяснили, что поселок фактически обслуживает три медицинских центра. Возможно, если вы сейчас, автор этого вопроса, насмотрите, вы просто обратились не в тот центр, который занимается именно вашим адресом. Я предлагаю сейчас вам записать телефоны, два телефона остальных центров, по которым вы можете позвонить, и я уверен, получить интересующую вас информацию. Итак, первый телефон 594-3606. Еще раз, 594-3606. И второй телефон, второго центра, 598-88-14. 598-88-14. С префиксами, понятное дело, 8495 для первого и для второго номера. Второй вопрос, если я не ошибаюсь, Толан Геннадьевна, касался закрытия катка в восьмом микрорайоне. Да, и библиотеки. Да, и там спаренный был второй вопрос касательно закрытия детской библиотеки номер 4 в городе Одинцово. Мы также рассмотрели данные вопросы, и ответы на них будут готовы к следующему эфиру через неделю. Если вас действительно это так интересует, через неделю все ответы вы получите. И, наконец, еще один вопрос, достаточно большой актуальностью у нас пользуется. Нам звонят, звонят в общественную палату, спрашивают, по поводу результатов референдума, который проходил в сентябре 2013 года. По нашей информации, все три пункта, которые выносились на голосование, к сожалению, противоречат законодательству Российской Федерации. В силу чего так получилось на данный момент не вполне понятно. Однако судом нашим уже вынесено постановление, по которому первое положение было отменено. Остальные два, если я не ошибаюсь, сейчас находятся в стадии искового составления. Подготовки исковых заявлений. Общественная палата наша всю подробную информацию по этой теме вывесит, если я не ошибаюсь, на своем официальном сайте в ближайшее время. И вы сможете там с ней ознакомиться. Ну, Светлана Геннадьевна, я благодарю, что вы к нам сегодня приехали. Так, пораньше, значит, обсудите вот эти вопросы. Я предлагаю сейчас всем посмотреть сюжет касательно одной из елок, организованной общественной палаты нашего района. Близость Нового года и Рождества вдохновила многих людей на благотворительные подвиги. Не осталось в стороне и общественная палата Одинцовского района. Общественники превращались то в Дедов Морозов, то в Снегурочек. Раздавали подарки и организовывали праздники. Так вкусные призы, хороводы, а главное, внимание, достались воспитанникам Одинцовского центра социальной помощи семье и детям. У нас в районе есть дети, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Дети-инвалиды. Вот в Голицын находится центр детей-инвалидов общерайонного уровня. Вот общественная палата решила поздравить этих детей с Новым годом. Учреждение помогает детям-инвалидам и несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Общественники навестили ребят по собственной инициативе. Деньги собирали всем коллективам. Каждый член палаты поучаствовал, опять же, в сборе средств. Были люди, которые не входят в палату. Достаточно тоже помогли. Есть эксперты-консультанты, которые приняли активное участие в этой акции. Перед ребятами выступил известный фокусник-иллюзионист Сергей Листопад. Дети с восторгом следили за магией мастера. Затем студенты Одинцовского гуманитарного университета продемонстрировали праздничное шоу. Ребята, затаив дыхание, следили за борьбой Деда Мороза с Бабой Егой. Наконец наступил радостный момент, которого ждали все – вручение подарков. Увесистые коробки от главы района и общественные палаты дополнили сказочную новогоднюю атмосферу. Ну что ж, вот такой вот сюрприз подготовила общественная палата для детишек в нашем районе. Пока Светлана Геннадьевна Налепова от нас убежала, к нам присоединились другие представители общественной палаты. Вернее, один представитель – Сармин Сергей Викторович, все верно, председатель комиссии по экологии, природе и землепользованию. А также Николай Максимович Гусев, житель нашего района, который обращался в общественную палату с вопросом, который мы в будущем сейчас озвучим через несколько минут. Николай Максимович, Сергей Викторович, благодарю, что вы к нам сегодня приехали. Давайте тогда, Сергей Викторович, мы начнем с вопросов о том, какими проблемами сталкивалась ваша комиссия за вот те полтора-два месяца, что мы с вами не виделись. Ну, проблемы есть, и без них не обходится. Это обращение жителей, которые обращаются с различными вопросами в общественную палату, в частности, в нашу комиссию. Проблемы, конечно же, касаются вопросов экологии. В первую очередь, это наше достояние богатства, это природного, лесного хозяйства. У нас, кроме, если я не ошибаюсь, лесного хозяйства, людей и город тоже интересует. Звоночек был у нас недавно на одной из наших прошлых передач касательно захламления улицы Зеленой, дом 10, Воденцова. Скажите, вот есть какие-либо комментарии для нас, если этот человек, который задавал этот вопрос, сейчас нас смотрит? Да, есть определенные действия, то есть мы выезжали на место, осмотрели, действительно существует такая ситуация, большая захламленность, очень большая захламленность мусором. Также, как звонил житель и говорил, что большое количество там собак, да, действительно, то есть если там оказаться в темное время суток, не на транспорте, я бы, наверное, не решился. Вы имеете в виду, я так понимаю, что собаки дикие, да? Ну, по всей видимости, они, может быть, проживают где-то рядом, потому что там находятся некоторые организации. Вот, может быть, они живут в этих организациях, а днем бегают в свободном, скажем так, движении. Понятно, понятно. Ну, есть ли возможность как-то разобраться? Да, мы сейчас подготовили письмо, направим его в администрацию города с просьбой разобраться в данной ситуации, потому что, как я уже повторяюсь, на этой территории находится, на этой улице находится несколько организаций, а также стоят, я не знаю, относятся они к гаражному кооперативу или нет, частные гаражи, железные. Вот. Может быть, это какая-то группа людей там их установила, может быть, они самовольно установлены. То есть, с этим нужно вот отработать, выяснить. Ну, насколько я могу судить, на данный момент какой-то вот прям-таки проблемы, то есть, явно виновного там нет. То есть, надо, по крайней мере, прояснить ситуацию, что происходит. Нужно выяснить, действительно, да, кто отвечает за данную территорию, кто обязан ее убирать, чистить, следить за этой территорией. Ну, я думаю, что мы это выясним в ближайшее время. Скажите, Сергей Викторович, примерно пару-тройку недель назад я присутствовал на вашем кругом столе, одном из завершающих, да, в 2014 году, где поднимался вопрос о создании рекреационных зон, зеленых зон в Одинцовском районе. И приводился пример как раз-таки парков Голицына. Скажите, сколько вообще сейчас проектов подобных у нас имеется, в какой они стадии находятся, и вообще, когда людям ожидать, что он Одинцово зацветет, как когда-то? Ну, по Одинцово достаточное количество проектов, да. Все они находятся под, скажем так, строгим и чутким вниманием и контролем главы нашего района Андреем Робертовичем. Вот, это и в селе Захарова есть проект парка, но также вот мы говорили на нашем кругом столе о парке в городе Голицыне. Здесь мы нашли, то есть, не только я, а именно активисты, и нашли большую поддержку в лице администрации города Голицына, нашего нового главы. То есть, проект, он не на бумаге существует, он в разработке полноценный? Нет, сейчас делается топосъемка, будет готовиться на основании этой топосъемки, будет готовиться проект. Уже есть инвестор, который готов вложить определенные средства. Вот, ну, займет определенное количество времени. Сейчас продолжу эту тему, после того, как давайте примем звоночек. Давайте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Ну, я вот человек пожилой, переживаю. В восьмом микрорайоне в ноябре месяце была продана хоккейная коробка. И говорят, за маленькую денежку. Большая такая хоккейная коробка. Я так понимаю, прошу прощения, что я вас перебиваю, я так понимаю, это как раз вопрос, на который мы акцентировали внимание, вот буквально минут 5-10 назад. Ой, извините. Ничего страшного, у нас есть, повторюсь, информация на эту тему. Через неделю мы ее подробно изложим с нашими гостями из комиссии по культуре и спорта. Ой, спасибо большое, я-то опоздала, уж извините. Ну, ничего страшного. А нашим зрителям я напомню, что наш телефон 508-86-84. Звоните нам сейчас в прямой эфир, задавайте вопросы представителям общественной палаты, постараемся вместе сейчас со всем разобраться. Давайте, Сергей Викторович, мы вернемся к вопросу о том, с какими проблемами сталкивается общественная палата. Мы говорили о зеленых рекреационных зонах. Вот парк в Голицыно. Хорошо, что проект развивается, действительно, это не может не радовать, но я не могу не задать вопрос, касающийся финансов. Все-таки, кто инвестирует в этот проект? Понятно же, что вряд ли общественная палата взяла эту ношу на себя. Нет, конечно. Мы выступаем лишь в лице как координаторов между общественностью, между общественными движениями и администрацией, то есть властью. Что касаемо финансовой стороны, то, значит, если же все-таки мы надеемся, точнее говоря, мы практически уверены, что этот проект обязательно попадет в программу нашего губернатора, это парки Подмосковья, попадет в программу софинансирования. Также, как я уже говорил, что этот проект находится под чутким контролем главы нашего района. Поэтому мы надеемся, что все-таки он получит финансовую помощь и со стороны района. Также он будет финансироваться администрацией города Голицыно. Ну, понятно, что за него, в общем-то, вы, походу, принялись. Давайте мы примем еще один звоночек. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь и рассказывайте. Извините, я только что позвонила. Я Ирину Семеновну Зиногенову, это улица Северная, дом 46. Так. И к вам у меня очень много вопросов. Я всегда вашу смотрю передачу с удовольствием, но вы понимаете, удовольствия я не получаю. Очень много разговоров, а толку никакого. Вот вы мне скажите, во-первых, вопрос первый. Про застройку наших микрорайонов, извините, второй микрорайон. Застроили 25 этажей, гонят, все вырубили, извините за выражение. Зеленой зоны уже никакой нет, абсолютно. Дорогу провели, то же самое. Прошу прощения, вы сейчас говорите о конкретном адресе или это вообще повальное явление для всего района? Я говорю про город Одинцово. Если вы любитель города Одинцово и живете в нем, и вы молодой человек, которых я сейчас хочу просто вам представить в будущем, в котором мы жили вот в прошлом, извините, ребята. Вы мне, извините, я просто хочу сказать, ну вот вы идете гулять, ничего уже не осталось. Ни лесов, ни полей, ни грибов, ничего уже, ничего нет абсолютно. И за что мы боремся? Вот вы сейчас идите в эфире, да? Вот перед вами листник то же самое. Вы мне скажите, что осталось. У нас ничего не осталось. Был второй микрорайон. И вот вы, вы не помните, но там же были просто деревни с этими, господи, деревни... Ну, я думаю, ситуация понятна. Понятно, что как жительницу нашего города вас, конечно же, беспокоят эти вопросы. Я думаю, не только вас одну. Спасибо вам большое за этот звонок. Давайте, Сергей Викторович, действительно дадим какой-то комментарий. Понятно, что город растет, город развивается. Новые дороги, новые даже торговые центры приносят в город деньги, насколько я понимаю. То есть, а без денег город не будет развиваться. Понятно, что так или иначе вырубка какая-то внутри происходит. Но, действительно, все-таки как мы сохраняем? И сохраняем ли вообще зеленое наследие Одинцовского района? Именно и Одинцовского города как такового? Ну, если происходит какая-то вырубка в городе, ну, во-первых, если эта вырубка происходит под строительство каких-то объектов, то, соответственно, значит, тот, кто разрабатывал этот проект, либо инвестор, либо застройщик, то он, значит, должен быть обременен каким-то требованием о возмещении ущерба. Да, если там были снесены какие-то там либо здания, либо деревья. Но я ведь так понимаю, что в любом случае это происходит по какому-то проекту. Не может ни одна компания приехать и спилить дерево. Нет, конечно, это 100%. А проект — это всегда какая-то аргументация, почему надо это дерево спилить и вместо него там построить что-то, правильно? Да, да, конечно. Вот. И, действительно, да, город растет, развивается, и остановить это развитие, ну, сложно. И также найдутся еще, наверное, сотни людей, которые скажут, ну, как же так, вы здесь живете, мы тоже хотим здесь жить, да, но вокруг только пятиэтажки. Есть ли вот какая-то все-таки возможность вот зеленые территории сохранить? Я могу привести в пример тот же Нью-Йорк, где, как известно, проблема была решена созданием прекрасного центрального парка, известного во всем мире. Не думаю, что, конечно, Одинцово может себе позволить гигантский парк размером больше города, но тем не менее, все-таки какие-то вот очаги природы-то ведь надо сохранять. Как раз то, что мы сейчас перед этим говорили, то есть развитие рекреационных зон. То есть, чтобы в каждом населенном пункте рядом была какая-то территория, которая не подлежала, то есть она была включена в определенный список, реестр, да, развитие городского поселения, сельского поселения, чтобы эта территория не подлежала застройке, какой-то там реконструкции и так далее и тому подобное. И всегда это учитывалось при каком-то градостроительном плане. Я так понимаю, что создание вот этих зон, оно отталкивается от принципа замещения. То есть, если где-то что-то было, где-то что-то спилили, то где-то что-то должны посадить, проверить. Во-первых, так, да, должно прибыть. Во-вторых, что там, где есть уже какая-то территория, и ее можно облагородить и сделать как зону отдыха, чтобы она не подлежала застройке. Будем надеяться, что эта инициатива у нас сохранена. То есть, это очень большая такая задача, которую мы хотим ее воплотить. Давайте мы вернемся к вопросам о том, с чем вам приходится сталкиваться. И Николай Максимович, вы у нас засиделись молча. Вопрос тогда к вам. Вы обращались в общественную палату, насколько мне известно. По какому вопросу? По вопросу, как говорит, сохранения зеленых насаждений в городе Одинцово. Ну вот как раз. Да. Но, слушая вот выступление жительницы города Одинцово, я хочу немножко перестроить свое, как говорится, свое выступление. Давайте, я понял. И поддержать ее. В каком отношении? Возьму за пример свою улицу. Улицу Северная. Сейчас на ней проходят огромные строительные работы по возведению многоэтажных зданий. К ним круглые сутки подъезжают многотонные машины, которые своими газами, как говорится, загазовывают эту улицу. И дышать уже нечем. Вы как раз по этому вопросу сюда в общественную палату обращались. Совершенно правильно. И посмотрели мы, ну, вечером и утром, все время гуляя с собаками, вот, нас там много таких, как говорится, пенсионеров, с животными, вот. Смотрим, все наши деревья по улице Северной, вся эта аллея, обмотаны уже лентами. То есть, если не ошибаюсь, там тополя посаживаются. Тополя, да. Вот. Это единственный фильтр, как говорится, который еще... А вы поняли, что улица Северная, это такая же старая, как и я. То есть, там в основном пенсионеры живут. То есть, получается, что обмотано, имеется в виду, что они на сруб идут. Они на сруб идут, совершенно правильно. И срубив их, то чем дышать? Когда они и так все, как говорится, за голову хватаются, им дышать нечем, этим людям. И срубив эти тополя, еще больше, как говорится... А было ли какое-то объяснение, почему их решили срубить? Нет, нет. Не было. Вот поэтому, как говорится, я тоже частый слушатель, как говорится, вашей передачи, решил обратиться в общественную палату. Давайте послушаем на результатах. Да. Сергей Игоревич, как, что получается, не получается, что там происходит? Извините, я еще не закончил. Конечно, давайте. Написал, думал, и все, на этом закончил. Нет, смотрю, через две недели ко мне приходит ответ. Меня приглашают за круглый стол в конце ноября. И Сергей Викторович мне говорит, что этот вопрос взят на контроль и будет решаться. Говорят, решить его не так просто, потому что это черта города. И здесь больше не к нам даже этот вопрос, а вопрос к администрации. Но мы взяли на контроль и будем этот вопрос решать. А вот как они решают, давайте послушаем. Давайте послушаем, Сергей Викторович. Действительно, Северная улица достаточно известна в городе. Почему решили ее избавить от полей? Ну, вот опять же, мы пока что еще не получили ответ. Точнее говоря, мы его подготовили. Сейчас будем направлять в администрацию городского поселения города Одинцова. Прошу прощения. И разберемся действительно, почему, да, то есть на каком основании. Должна быть, конечно, причина. Да, причина. Ну, говорить о том, что там будет строиться дорога или не будет строиться дорога, мы все-таки можем только лишь по тем каким-то слухам или какой-то информации от жителей, да. Хотелось бы получить точную информацию от администрации. То, что там происходит. Что там происходит и как будет замещаться то, что если планируется... Понятно, что о чем мы говорили, если здесь срубили, где-то посадите. Да, где это будет посажено, в каком количестве, в каком количестве, объеме и будет ли то, где это возместится, скажем так, компенсировать достойно. Да, и именно приносить пользу людям. Я предлагаю Николаю Максимовичу, Сергею Викторовичу посмотреть еще один наш сюжет, касающийся как раз-таки одного из рейдов, которые предприняла ваша комиссия. В данном случае, уважаемые телезрители, речь шла о складировании древесины, причем нигде-нибудь, а под линиями электропередач. Смотрим. Общественная палата района обратила особое внимание на вопросы экологии. Аварийная ситуация сложилась в городе Одинцово. Вот уже 4 года куча бревен гниет прямо под линиями электропередач. Древесина осталась после вырубки леса в 2010 году. По несколько штабелей, по 25-30 кубометров, примерно так на взгляд. Вот вдоль всей ЛЭП лежат эти складированные штабеля. Такая ситуация типична для Московской области. Возможный же вред огромен. Требования безопасности строго запрещают любое складирование под ЛЭП. Случайная спичка окурок или просто затянувшаяся жаркая погода могут привести к пожару, что и случилось совсем недавно. Штабель древесины загорелся, огонь удалось вовремя потушить лишь благодаря стараниям случайных прохожих, которые вызвали пожарных. С другом гуляли по лесу и увидели, что эти старые стволы деревьев уже сгорелись. Мы вызывали пожарных, засняли все это на видеокамеру. Почему древесина осталась валяться на земле – большой вопрос. По правилам, после заготовки ее должны вывозить с места вырубки. Если же она остается, следует организовать специальные технологические склады. Сетевые компании-порубщики были обязаны передать древесину на баланс федеральному агентству, так как это федеральная собственность. Произошла передача или нет, сейчас выясняется, однако результат налицо, вернее на земле, прямо под линиями электропередач. Вырублена она сетевиками. После ледяного дождя, который был у нас в 2010 году, они получили одобрение и разрешение на то, чтобы вырубать эти технологические коридоры, дабы избежать повальных отключений, обрывов линий электропередач. Ситуация привлекла внимание и общественников, и простых жителей района. Теперь общественная палата намерена обратиться ко всем сторонам, которые были вовлечены в урубку 2010 года, и прояснить ситуацию. Ну что ж, такая вот ситуация сложилась. Мы перейдем сейчас к ее обсуждению. Давайте пока примем еще один звоночек. Добрый вечер. Здравствуйте. Я жительница города Одинцова. Мне очень приятно, что вы выступаете с этим вопросом. Но у меня такой вопрос. Вот пока принимаются какие-то решения, попомните мое слово, завтра уже этих тополей не будет. Долго, ноябрь. А сейчас уже январь. Ну, вы понимаете, тут ситуация такова, что на самом деле в Одинцово нету банды людей, которые ходят и вырубают деревья. Имеется какая-то причина, почему их решают вырубить, и наша задача в данном случае передать это в общественную палату, а она постарается разобраться, почему их вырубают. Если это незаконно, то этих людей привлекут к ответственности, материальной в том числе, и на вырученные деньги, я уверен, помогут и зеленой части города в том числе. Если это законно, то здесь уж ничего не попишешь. Наверняка есть какие-то процедуры, о чем мы говорили. Если здесь эти тополя вырубили, то где-то их посадят в другом месте. Я думаю, здесь ситуация такая. А теперь у меня второй вопрос по первому микроайону. Между имжиковскими домами затеивается строительство какого-то торгового центра. Я так думаю, что там земля уже кому-то принадлежит, и все равно это строительство будет осуществляться. Единственное место между первым и семнадцатым домом, когда можно погулять и пенсионеру, и детям. Слава Богу, сейчас сделали детскую площадку, ну там отсева может быть 6 на 7 метров, где будут летиться дети всех близлежащих домов. Хорошо, мы вас поняли. Это первый микрорайон, первый семнадцатый дом. Скажите, пожалуйста, а как вас зовут? Разъединил вас почему-то. Ну, если вы все еще остаетесь на линии, сейчас, пожалуйста, передайте свои данные нашему оператору, чтобы общественная палата могла с вами связаться. Я думаю, она возьмет этот вопрос на контроль. Адрес у нас есть. Сергей Викторович, давайте вкратце. У нас, к сожалению, уже очень мало времени. Обсудим вопрос с ЛЭП. Итак, древесина лежит. Понятно, что ее должны были передавать, то ли передали, то ли не передали. Непонятно, но она лежит, гниет. Когда вы ожидаете ответа от инстанции, в которую вы писали? Ну, существуют временные рамки, да, на ответ на официальные письма, поэтому официальные письма подготовлены. Сейчас будут переданы и в сетевые компании, в дорожные компании, а также в Росимущество. Как, сколько времени она еще там будет лежать и какие будут действия предприняты для того, чтобы ее оттуда вынесли. Порядок какой, примерно месяц, два месяца? Ну да, в течение месяца они обязаны ответить. Тридцать, там, тридцать дней. Тридцать дней. Тридцать дней, да. Ну что ж, понятно, значит, в течение месяца будем ждать тогда от вас отчет. Да. А сейчас я вас благодарю за то, что вы к нам приехали. Николай Максимович тоже. Надеюсь, что мы вместе с общественной палатой смогли немножечко вам помочь. По крайней мере, поможем как-то разобраться с этой ситуацией. Уважаемые телезрители, вы сегодня смотрели передачу... Будем ждать, да. Вы сегодня смотрели передачу «Разберемся», которая была посвящена благотворительной деятельности общественной палаты на новогодние рождественские праздники, а также вопросам экологии в нашем районе. В следующий раз мы поговорим с комиссией по спорту и культуре. Мы также поднимем целый ряд очень актуальных и острых проблем. Если вам есть что добавить, спросить или прояснить, звоните нам в течение недели. Телефон 508-86-84. Кроме того, вы можете воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте общественной палаты или же написать на их электронный адрес. С вами была передача «Разберемся». Света Слав Савенков. Удачи вам и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова